Вы так неожиданно Ну почему ж неожиданно Я вам сдаю квартиру Вы ее снимаете Ну вот пришел посмотреть Все ли в порядке Надеюсь уговор наш помните Ой ну что вы Конечно Мужчин в гости не водите Ой ну какие мужчины Скажете тоже Все как договаривались Солнышко Ну ты где там Кто это Ну мы же с вами договаривались Что вы будете жить в моей квартире одна Ну Все правильно Это Брат Эй красавица моя Ты иди ко мне Дорогая Брат? Ну да Брат Двоюродный В гости зашел С утра пораньше Понятненько Ну где там Моя Прекрасная Малышка Малышка Да Малышка Понимаете он Старший брат А я Младшая Вот он меня так и называет С детства Ясненько А это как понять? А это он персики принес Сладкие Он на рынке работает Понятненько Ну, ну иди же ко мне, котёнок мой нежный. Котёнок? Да, это он с кошкой играет. Котёнок, маленький такой. Ясненько. Рыбка моя золотая, ну и ко мне скорее. Рыбка? Да я вот не знала, как вам сказать. Я аквариум купила с рыбками. А-а-а, ясненько. Где там моя птичка стройная? Простите, у меня в квартире что тут, зоопарк? Ну что вы, просто, понимаете, я курочку готовлю. Да? А почему стройная? Ну, это он так шутит. Просто курица худая попалась. А-а-а, ясненько. Э-э, неотразимая, иди скорей ко мне. Я уже не могу. Чё это он там не может? А-а-а, я же вам говорю, кушать очень хочет. Я курочку готовлю. А-а-а, понятненько. Ну где, где же губки твои нежные? А это как понять? А-а-а, он на кухне посуду моет. Спрашивает, где губка для мытья? Ясненько. Возлюбленная моя, королева ненаглядная, радость души моей, повелительница сердца моего, красавица, богиня, любовь всей моей жизни. Хочу тебя обнять и расцеловать. Это он кому? Ну, не мне же. Это он по телефону с женой разговаривает. А-а-а. Ну тогда, понятненько. А? Хороший у вас брат-то, а? Вот это любовь. А? Да. Такие слова. Любит её, да. Повезло вам с братом. Ой, ну что вы, мне-то что? А вот жене... Знаете, я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать, и брат пусть к вам почаще заходит. Да, идите. Я пойду. До свидания. До свидания. Идите. Идите уже. Эй, зайка. Эй, зайка, ну ты где? Ну, просила же тебя потише. И вообще, вставай уже. На работу пора. И остальных там буди. По объявлению насчёт комнаты. Да-да. Сдаю. Кстати, осталось всего одно место. Сколько человек ещё в комнате? Не волнуйтесь. Всего... Девять. Так что вы будете десятым. Субтитры создавал DimaTorzok Здрасте. Галёк. Здорово. Здорово. Здрасте. Здорово. Здорово. Да ладно тебе не свистеть, а то денег не будет. Ну, девок не будет. Да ты чё? Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые родители 5-го Б. Я всего месяц классный руководитель ваших детей и ещё не всех из вас знаю. Володя. Что, простите? Шучу я. Так вот, ко всем детям есть вопросы. Некоторые ведут себя абсолютно безобразно. В общем, обо всём по порядку. Собрание объявляю открытым. Пам, 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 пам! Может, бахнем за открытие? Вам плохо? Да нет, нехорошо. Да я шучу просто. Обстановку разрядить. А вы, случайно, не папа Петрова? Он тоже шутит, не попад, уроки срывает. Я папа Миша Смирнова. Миша Смирнов. Хороший мальчик. Прилежный, скромный. К нему, кстати, единственному нет претензий. Да шучу я. Я папа Петрова. Теперь Кирилл Носков. А чё Носков-то сразу? Посмотрите, что он в своём сочинении написал. Ведь это безобразие. Ну-ка, ну-ка. Ну, а чё? Сука! Вполне литературное слово. Да, только это единственное цензурное слово в сочинении на пяти страницах. Причём это заголовок. Ядрит, мадрит, а? А математика? На вопрос, сколько будет 0,5 плюс 0,5, он отвечает литр. Ядрён, пассати же, ну не килограмм же, а чё? Продолжим. Родители Коли Иванова здесь? Да. Коля всё воспринимает очень буквально. Говорю ему как-то, приходи исправлять все двойки на пятёрке. Так он же ходил и исправлял. Да, только он исправил все двойки на кабинетах и вывесках. Вы когда заходили, обратили внимание, что у нас школа теперь не 22-я, а 55-я. Чё, блин? А я и думаю, чё я никого не узнаю тут, а? Это ж другая школа. И сколько раз вам напоминать про школьную форму? Да я помню. Белый верх, синий низ. Да, только речь шла про одежду. А вы упорно красите ребёнка в эти цвета. А, так это про одежду. А можно тогда сразу уточнить, чтобы потом претензий не было? Сходить к директору на ковёр. Это что значит? Это теперь про Гошу Шпикельмана. Он вырывает из своей тетради страницы и продаёт детям, забывшим дома тетрадки. Один листик, 100 рублей. Как? Вот ведь поганец, я же ему говорил. 150 рублей и не меньше. А можно сейчас от родительского комитета объявление одно? Прошу всех скинуться на новый линолеум. Да летать копать! А что такое, что вас не устраивает? Ну, в прошлом году скидывались на этот, на Артек. Ну? Ну чё, поехали, хрен. Я не знаю, мой Гоша съездил. И всем привёз магнитики, ручки. Да. И по 100 рублей их продавал. Я говорил, что по 150. Что? В каком смысле, что он сказал? Я не понимаю. А он скидываться не хочет. В каком смысле, что он сказал? Поймала Вову Белякина, курящего в туалете, форточку. Вот зараза, а! Сколько раз говорил. Выходи курить на улицу. Выходи курить на улицу. Выходи курить на улицу. А он в форточку. Рост метр двадцать. Как достает? А можно, чтобы он вообще не курил? Конечно. Сейчас младшего отучу. За старшего возьмусь. Кстати, можно покурить, а? Здесь не курят. Я в форточку. Нельзя. Извините. Родители Андрея Краснова здесь? Здесь. Ничего себе, прогресс. Пришли так и на собрание. Так, глядишь, и сам Андрей начнет в школу ходить. Да вы понимаете, что у него работа? О чем вы говорите? Ребенок в пятом классе. Да с такими поборами, как в нашем родительском комитете, приходится всей семье пахать. Собираем то осенью на шторы, то зимой на шторы, то летом на шторы, то весной на шторы. Но-но-но, у меня все прозрачно. Конечно прозрачно. Шторта до сих пор нету. Вот я не знаю. Да мне это все вообще нафиг сдалось. Кто хочет собирать, пожалуйста, собирайте. Есть желающие? А, товарищ Ичкирдым хочет. Эчкера перде. Гурген натур картон дур. Я, конечно, страшно извиняюсь, но если вот такому доверить деньги, вообще непонятно, куда они денутся. Так и с вами непонятно, куда они делали. Эчкера перде. Гурген натур картон дур. О! Простите, давайте организационные вопросы позже. Мама Саши Ивановой, что с вашей дочерью происходит? То придет без сменки, говорит, собака съела, то дневник собака съела, то домашнее задание собака съела. Ну, раз вы не можете, попросите мужа, пусть он с ней поговорит. Нет у меня больше мужа, его собака съела. Это очень смешно, надо запомнить. Следующий, Антон Николаев. Есть его родители? Видимо, я. Погодите, на прошлом собрании был другой папа. А его собак съела. Ваш сын не прошел простейший тест по русскому языку. Дело в том, что тот папа тоже тест не прошел. В смысле, какой? Тест на ДНК. Я настоящий папа. Ну, вы тогда потяните сына. Объясните, что надо стараться. Хорошо. Я как раз вечером сегодня с ним знакомлюсь. А завтра с его мамой. А кто-нибудь знает, почему папа Славы Белова никогда на собрание не ходит? А его собака съела. Да не слушайте вы его. Он просто очень занят, вот и не ходит. И чем же он таким занят? Сидит. Что? Да шучу, умер. Кошмар. Да шучу, сидит. Че вы все, это, как на похоронах сидите-то, а? О, насчет похорон. Я предлагаю заранее собрать деньги на похороны директора школы. В смысле? Вы что такое говорите? А вы что не видели? Он же в школу приезжает на мотоцикле. Причем без шлема. Так что это все только вопрос времени. Прекратите. Еще один важный момент. Надо бы организовать ребятам увлекательную экскурсию. Может быть, кто-то из вас работает в интересном месте. Можно ко мне на раскопки. Каждый день скелеты попадаются. Ничего себе. Так вы археолог? Я экскаваторщик. Опять шутите? Нет, сейчас серьезно. А есть еще у кого варианты получше? Есть вариант. Давайте скинемся. Да я три, смотри. Ну, сколько можно? А давайте один раз на киллера скинемся для него. И больше скидываться не надо будет. Да зачем скидываться? Можно же сэкономить. Вон папа Кирилла киллер. Обмотай меня, кальмар. Сколько можно говорить? Не киллер, а диллер. Я кулю, я кулю. Стоять! А ну быстро взяли свои пятые точки и прижали обратно к стульям. Белякин, не крутись на стуле, а то добудешь огонь трением. Так, отец Петрова, а вы знаете, что я вчера видела вашу жену с любовником? Да ты шо? Шучу, смешно. Вот и ты здесь больше не шути. Мать Иванова, чтобы взяла и залезла в свою собаку и всё-всё из неё достала. И дневник, и сменку, и мужа своего. Я уверена, они ещё не переварились. Понятно? Теперь ты. Тво палочки. Ты чей, папа? Что ты всё время болтаешь? Я не понимаю, что это значит? Где здесь? Тут паспортный стол. Продлить регистрацию. Я правильно попал. 30 лет тому назад Получили артистат Всё свобода, нафиг школу, нафиг школу Кончились шальные дни И теперь родители Так что вонкам снова в школу, Снова в школу Деньги разные сдавать На подарки и тетрадь Просят в школе, просят в школе, просят в школе За детишками следить И родителем не быть Просят в школе, просят в школе, просят в школе На собрания ходить И субботники любить Учат в школе, учат в школе, учат в школе АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой видеомагнитофон? Хороший магнитофон такой. Японский. Настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Абсолютно новый. Почти. 250 рублей всего. Нет, вы, наверное, не поняли. Я по объявлению. Ну, все правильно. Видимо, это фон. 250 рублей. Это нормально. Я бы себе оставил, но очень деньга нужна. Да нет. Я по другому объявлению. По какому? Вот. А что тут написано? Какой это язык? Русский. Слушай, прочитай сам, пожалуйста. Там так мелко написано. Ничего не разбирать. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евроремонту элитных квартир класса люкс. Вот. Там так написано? Да. Это Паша объявление? Ну, да, конечно, наше. Это брат Тофик давал. У нас очень солидный, хорошая компания. Все сделаем. Конечно, как скажешь. Кушать хочешь? Нет. Виноград. Киш-миш. Без косточки. Я сам бы ковыривал. Нет, спасибо. А фрукты? Фрукты очень полезные. Здесь тоже косточка есть. Ну, ты сам доставай тогда. Нет, не надо. А может быть, чай хочешь? Такой зеленый, свежий, полезный очень чай. Спасибо, нет. Нет, ну, все равно он закончился. Может, сосиску творит? Вы знаете, давайте лучше вот сразу к делу. Ну, хорошо, давай. Ты что-то хотел красивый? Вы знаете, мой шеф дал мне задание. Найти солидную ремонтную компанию по отделке. Ха! Отделаем за милую душу. Всех, кого скажешь, один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Компания Евротаксист. В аэропорт? Во сколько нужно? Какой адрес? Хорошо, машина будет. Все сделаем, недорого. Хорошо, договоримся, договоримся. Один минуточку. Тофик, брат, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. И не перепутай аэропорт, их в Москве несколько штук. Все. Так что ты хотел красивый? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, офисы. В первую очередь мы там все делаем, красим, белим. Один минуточку. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю. Порчу. Все. Мужики внимания не обращают. Ай-яй-яй. Значит так. Подъезжай после 12 ночи. Все сделаем. Недорого. Ждем. Один минуточку. Один минуточку. Тофик. Брат. Как тетку в аэропорт отвезешь, возвращайся сразу. С одной женщиной что-то снять нужно. Так что ты хотел? Красивый мой. Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно, конечно. И сейчас все умные люди делают только этот хай-тек. Потолки побелим, стены покрасим, хай-тек везде напишем, не волнуйся. Один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слущу. Нет, нет, не ошиблись. Ветеринарная клиника Еврокот. Ожирение кота. Привозите, обследуем. Специальная диета. Через месяц вернем, будет как новенький. Хорошо, недорого. Ждем. Один минуточку, один минуточку. Тофик! Брат! У нас в ванной месяц кот поживет. Жирный, как свинья. Не обижай его. Он хорош. Да и не корми его. Я обещал из него человек сделать. Так что ты хотел красивым? Я говорила про хай-тек. Хай-тек? Да. Хай-тек. В офисе моего шефа. О-о-о. Твоему шефу очень повезло. Хай-тек с такой красивой девушкой. Прямо в офисе. Нет, вы не поняли. Я говорю ремонт. Ремонт. А, ремонт этот. Хай-тек. Конечно, мы все сделаем. Я же сказал, хай-тек на потолке. Хай-тек на стенах. Деньга принес. Ой, ну... Нет, но мне же сначала сказали все оговорить. Ай-яй-яй. У нас солидная, очень хорошая компания. Предоплата нужна. Но я же не знала. Не знала она. Вдруг ты аферист какой-нибудь? Нет. Сейчас аферисты вон на каждом углу встречаются. Фу! Целая Москва аферистов. Сколько у тебя там с собой? Нет, у меня денег совсем нет. Сколько? Нет, вот... Ну, примерно там... Ну, совсем немного. Ну, сколько у кого? Рублей вот... Сколько? Пятьсот. Пятьсот нормально, нужно просто предоплата, без предоплата. Мы не работаем. Нет, но мне же еще на такси нужно. Да, тофиг брат отвезет, куда скажешь. Да? Конечно. А вы... Вы правда все сделаете? Ну, я же сказал, ты хей-тек на потолке, хей-тек на стенах. Все, не волнуйся, не волнуйся. Тофик, брат, бросай сапоги, потом дочинишь. Тут один красивый девушка, нужно отвезти, куда она скажет. Да. До метро. Да, и не увлекайся тому, ей очень сильно, а то тебе ночью еще порчу снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»